Музыкальные инструменты Затем мы послушаем, как звучат русские народные инструменты рожок и гусли Сделаем разминочку небольшую под нашу знакомую всем соку бачи Затем споем пару песенок, одну из которых знаем, а вторую надо учить Тема нашего урока – музыкальные инструменты У каждого свой музыкальный инструмент Сегодня мы снова поговорим о музыкальных инструментах Вы уже знаете, что фортепиано состоит из двух слов Форте – громко, и пиано – тихо Фортепиано может называться и пианино, и рояль Однако внешний вид этих инструментов разный А сегодня мы ближе познакомимся с семейством струнных инструментов Мы уже говорили об истории их создания Охотник, взяв с собой на охоту лук и стрелу, натянув тетиву лука, услышал необычный звук И с тех пор появились струнные инструменты Народные струнные инструменты – это гусли, балалайка, домра и другие А на основе народных инструментов мастера создали два вида струнных инструментов Струнно-смычковые и струнно-щипковые музыкальные инструменты Струнно-смычковые инструменты называют так, потому что звук из них извлекается с помощью смычка Смычок, касаясь струн, издает звук К семейству струнно-смычковых инструментов относятся скрипка, альт, виолончель, контрабас Струнно-щипковые инструменты называются так, потому что звук из них извлекается с помощью щипка пальцев К семейству струнно-щипковых относятся инструменты арфа, лютня, гитара Скрипка, альт, виолончель, контрабас Если внимательно посмотреть на них, можно сказать, что это все скрипки У них одинаковый силуэт, но размер разный и разный тембр Скрипка имеет наименьший размер, смычок у нее длинный, голос самый тонкий из всех остальных струнно-смычковых инструментов Альт, он практически не отличается от скрипки, только его голос немного ниже, чем у скрипки Виолончель намного большего размера, чем скрипка и альт, и голос у нее намного ниже, грубее А смычок короче, чем у скрипки и альта Контрабас самый большой из всех струнно-смычковых инструментов, и голос у него самый низкий А смычок у него самый маленький, в отличие от остальных Можно сказать, чем больше инструмент, тем меньше смычок, и с помощью касания смычка струн возникает определенный звук Семейство струнно-смычковые не имеет одинакового силуэта, и по внешнему виду и по размеру они отличаются Арфа издает очень красивый звук Воспроизводится он с помощью пальцев рук У арфы очень много струн Гитара имеет 6 или 7 струн Ее звук воспроизводится также с помощью пальцев рук Под гитару исполняют песни различного жанра Это могут быть эстрадные, народные песни, романсы, серенады, а также рок-музыка Музыкантов, играющих на гитаре, называют гитаристами Людня – это очень древний инструмент Исполнитель, играющий на лютне, называется лютнистом В наше время на лютнях практически не играют, так как инструмент этот очень древний, а раньше он был очень популярным Изготавливается он из дерева, а играют на нем с помощью щипков пальцев Ребята, а теперь послушайте, пожалуйста, как в этом музыкальном произведении звучат рожок и гусли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА